Всем привет! Сегодня с вами Татьяна на канале Американская жизнь русской жены и смучи-смучи, то есть я вас всех обнимаю, целую и доброе утро. У нас утро. Сегодня у нас видео из сериала Учеба-работа. Очередная серия. Потому что это не последняя серия и далеко не первая. Все мы с вами наблюдаем историю одной героини. Хотела пошутить. Окей, давайте будем сегодня вам серьезно. Итак, все вы знаете, что я учусь в школе LD Accounting School. Школа себя позиционирует, представляет, как школа на русском языке, соответственно, для русскоговорящих, а может быть, для тех американцев, которые русский язык учат. Кстати, очень даже полезно. А то я хожу на работу и слушаю английские книги. Может быть, кто-то так же ходит и слушает что-то русское. Такое может быть просто маленький процент соотношения требуемого. Итак, что мы с вами имеем на сентябрь месяц? Итак, на сентябрь месяц мы с вами имеем... Я уже об этом говорила. Школа, она и в Африке школа. То есть там очень много предметов. И вот в этой Аккаунтинг Скул тоже много. То есть, ну, я как человек ответственный, я-то набрала в вагон и маленькую тележку. Вот я вам перечислю, что я помню. Так, там фундаментальная бухгалтерия, налоги, обучение Квейбукс. Обучение Квейбукс, два модуля есть, то есть два отдельных пакета. Кроме того, Эдванс. Про Эдванс сейчас много сказать не хочу, потому что я только начала изучать и еще сильно не копнула. Кроме того, они очень много дают лекции с профессиональными бухгалтерами, то есть, которые много лет в Америке, и какие-то нюансы для начинающих или действующих бухгалтеров. Мне это понравилось. Вот там специалисты с 20-летним стажем, с 15-летним стажем. Классно. Окей, я прошла фундаментальный модуль три месяца, по-моему, два-три месяца. Вот, прошла налоги. Налоги прошла быстро. Надо, наверное, не против даже если повторить. Но времени нету, потому что так развиваются события, что у меня, как в поговорке, мы пять минут работали, работали. Потом быстренько часик отдохнули, и я опять пять минут работали, работали. Поэтому мне пять минут надо поработать, отдыхать некогда. Поэтому учиться времени вообще практически, но тем не менее, по чуть-чуть. Как сказал начальство в этой школе, по чуть-чуть, капля за каплей и океан. Прошла здесь, прошла здесь. И, ну, я могу похвастаться, у меня уже сертификат есть, да. Я его сразу на LinkedIn разместила, и у меня сразу были 34 заявки. Не заявки, а в этот же день 34 скрытых эйдж. Люди, которые ищут сотрудников, забыла. Рекрутеры ко мне сразу пришли. Окей. Самое интересное, что мне понравилось. Вообще учиться сложно. И здесь не исключение, но больше всего занимательным для меня, конечно, подготовка к вебоксу. Потому что, в принципе, это была одна из весомых задач, которые я сама перед собой поставила. То, что до начала налогового сезона, то есть до сентября, сентябрь-октябрь, мне надо разобраться с к вебоксом. И я поставила себе цель найти работу в области бухгалтерии. Энтри-левел, то есть самую... Любую позицию, которую предложат. Давайте так. И поэтому я к этому стремилась. Лето у меня прошло достаточно муторным, сложно назвать его летом. Тем не менее, я смогла пройти сертификацию, получить проэдвайзера, да. И это меня воодушевило. И ту подготовку, которую мне оказала школа, я считаю очень значимой. Потому что Квейбукс, программу Квейбукс я начала осваивать, в принципе, месяцев 5-6 назад уже. И я ее начала осваивать на английском языке. И я вам хочу сказать, что я и читала, и писала. И в сухом остатке у меня все равно оставалось 5%. А здесь, в школе, что мне понравилось, и, в принципе, для меня это работает. И я думаю, что работает очень для многих, кому за 40, за 35, за 30, которые уже прошли университет, уже какая-то... Как сказать, уже есть какой-то груз, есть какой-то экспириенс. Хотя, в принципе, мы все разные. Я не могу характеризовать всех под одну линию. Здесь в школе теория, практика и разбор домашних заданий уже с учителем на уроке. И это помогает закрепить материал, когда ты степ-бай-степ все проходишь. И я думаю, что это мне помогло, и мне нравится то, что записи остаются... То есть кабинет за мной сохраняется на 2 года. То есть я всегда могу заглянуть, подглянуть, списать. И как-то так. Сейчас у меня идет advance. Сложновато воспринимать, потому что у меня началось обучение по налогам, бизнес. В этом году я уже хочу начать принимать бизнеса по декларации. Но, тем не менее, все равно я хочу с вами немножечко поделиться с вами своей радостью. В каком плане? Я ждала этого обучения. И после того, как я получила то обучение, которое мне надо, в принципе, нет предела совершенству, но и не тысячу лет я живу. Я в четверг сдала сертификацию по Квейбоксу. В пятницу я уже прошла собеседование, которое длилось одну минуту. Но не минуту, но быстро. Оно было очень быстрым. И я устроилась в русскоговорящую компанию. Это была моя цель. Я к ней шла целенаправленно. И я считаю, что... Я считаю... Что я считаю? Тут считать нечего, и так все понятно. Конечно, я еще не зарабатываю этих денег. Насчет денег мы с вами будем делать отдельное видео. Поэтому, как говорится, на любой новой работе надо дать немножечко времени, чтобы потом посмотреть. Сразу мы не можем говорить о каких-то материальных достижениях или возможностях. Надо время. Конечно, что-то было заявлено и предложено. Но будем посмотреть, что мы имеем в результате. Поэтому я не могу сейчас сказать, сколько я зарабатываю, каким образом. То есть, как это все там происходит. Но после школы работу я нашла. Я боялась этого. То есть, я думала, как. Но так как я уже какое-то время здесь нахожусь, и вы знаете, почему я пошла именно в русскоговорящую школу. Потому что я уже изначально понимала, чего я хочу. Так что-нибудь давайте про школу скажу. Потому что надо же что-то хорошее сказать. Со мной на связи практически весь коллектив. То есть, у меня есть личный кабинет. В личном кабинете есть чат, где я могу переписываться с сертифицированным специалистом по нескольким областям. То есть, бухгалтера, вот эти квыбукс-бухгалтера отдельно у них. Кроме того, я могу по техническим опросам обратиться в поддержку. То есть, мне нравится название. Отдел заботы. Я без сарказма не могу. Они окружили меня своей заботой со всех сторон. То есть, мне, например, удобно общаться в WhatsApp. Я Viber, по-моему, называется. Я не использую уже давно. Пожалуйста, Татьяна Вячеславовна. Кто-то любит в Телеграме. Вот в Телеграме, да, очень модно. Почему-то Телеграм мне сильно не зашел, да. Я вот в WhatsApp. Пожалуйста, для меня в WhatsApp через WhatsApp со мной общаются. Если надо на обычный телефон, обычный телефон. Если надо Телеграм, Телеграм. На Facebook, через Facebook. Еще что-то. Давай. Все возможности. Лишь бы было желание. Поэтому со мной всегда на связи. В любое время. Если я задаю вопросы всегда. Не всегда, в смысле. В срочном порядке я всегда получаю ответ. Если что-то не так. Так и говорят, что вот. Заминочка. Давайте-ка подождем. Ну, это возникает крайне редко. Что еще могу сказать? Учеба не закончена. Я думаю, следующее видео про школу уже будет, когда я закончу учебу. Хочу взять пару отзывов. Ребята, кто хотел бы выступить на моем канале с коротким отзывом. Вот так видео. Шептаться за дверью, это очень легко. Вот так вот оставить отзыв о школе. Я думаю, мы сможем помочь очень-очень многим людям преодолеть собственные барьеры и страхи. Поэтому пишите мне на почту. А если хотите напрямую связаться со мной, то пишите мне в Instagram, в сообщение, в директ. В принципе, это самый быстрый способ до меня достучаться. Хочу побольше взять отзывов. Ну и посмотрим. Вообще, знаете, что мне еще понравилось? Я же в свое время преподавала, помните, я вам рассказывала, Челябинский педагогический университет, заочники, город Стерли-Тамак. Я преподавала несколько потоков статистику, и это оставило у меня несгладимое впечатление. Также я принимала участие в разработке стандартов по предмету АПК в педагогическом, в Стерли-Тамаке, педагогическом колледже. Для меня был выделен предмет, который я должна была преподавать, но я переехала, ладно. Сложись обстоятельствами, что я переехала. Я разработала такую большую книжку, по которой хотела читать лекции. Потом я эту книжку отдала, кто следующему участнику, преподавателю. Но тем не менее у меня был такой опыт. И знаете, когда здесь в школе, а я же человек, сами видите, за вопросами в карман не лезу, как говорится. И я тысячу и один вопрос начала задавать, и мне это очень понравилось. И я такая думаю, если интересно, получается. Мне легко общаться, мне приятно общаться, мне приятно что-то предлагать, что-то излагать, что-то объяснять, позиционировать, критиковать, объявлять, показывать. Может быть, мне надо попробовать себя продолжить свой опыт преподавания. И вот эта школа, она навеяла на меня такие веяния. Серьезно, я прям, знаете, у меня такая энергия, думаю, закончу учебу, более серьезно подумаю об этом. Вот. Окей, поделилась с вами некоторыми размышлениями, некоторыми своими результатами. Все, кто хочет учиться, учитесь. Все, кто хочет попробовать себя в бухгалтерии, welcome. Если вы хотите... Если у вас есть какие-то вопросы насчет школы, вы можете писать мне. Или вы можете напрямую писать школу, скажите от Татьяны. Потому что меня там все знают. Я так вам скажу. Все, все. Я со всеми поговорила. Работать с ними можно. Учиться с ними можно. Получать знания можно. Тем более мы можем все вместе помогать друг другу. Потому что... Потому что вообще иммигранты, конечно, помогают друг другу. Мне это очень нравится. Кстати, есть один интересный момент. Недавно девушка, которая давным-давно ко мне обратилась. Она не единственная, но мне понравился ее отзыв. Она мне сказала, Татьяна меня вдохновила. Когда она проходила собеседование в Эчерблог. Представляете? Она сказала своему рекрутеру, к твоему Эчару, да? Что меня вдохновило. Мне было так приятно. Что если даже из тысячи человек, один человек вдохновился, это просто вообще классно. Это супер. Поэтому я, конечно, не чумак. Не буду вас заряжать. Но я хочу всех, всех ищущих, всех потерянных вдохновиться. Вдохновиться и маленькими шажочками идти. Если вы знаете, к чему, то идти к тому, что вы знаете. А если вы не знаете, к чему идти, просто к знаниям. Возьмите какие-то знания и начните изучать. Тогда вы поймете, надо это вам или нет. Потом другие, если не зашло. Другие. И пробуйте, пробуйте, и продолжайте. А если в бухгалтерию, то вот сразу. Прямо и направо. LD. Аккаунтинг склум. Серьезно? У меня первое собеседование в Эчар Блоке было после того, как я у них прошла. Но это не связано. Просто это как-то было интересно. Я прошла налоги. И мне в августе назначили собеседование. И здесь я только... Ну, здесь я сама уже постучалась. Но факт, что я подождала, пока я получу сертификат. И сразу говорю, я уже готова на собеседование. И здесь получила. Оставайтесь со мной. Нас впереди ждет еще много-много сериалов. На позитиве.